каждый враг рождается из следующего если человек имеет вот мечту о сексе и эта мечта не удовлетворяется это превращается в гнев если человек постоянно раздражается на людей то это приводит его к следующему врагу человека который называется жадность что такое жадность жадность это не означает что есть какие-то потребности в жизни жадность это сверхценная идея когда мне надо что-то такое чего мне не положено я тогда ради этого готов на все рушу свою жизнь жадность рождает очень сильное напряжение человек пашет как и шаг вернее почему эта фраза работает как и шаг она пришла из физической культуры из древности дело в том что в древней культуре не нужны было моторы делать для того чтобы добывать воду из колодцев достаточно было понять что такое жадность и шаги любит очень сильно морковь и просто им делали такую удочку сзади спереди вешали морковь так чтобы он когда дергается вот так резко чтоб морковь подошла ко рту но он чтоб не мог ее схватить дистанцию так отрабатывали и шаг целый день ходил по кругу и тянул воду из колодца целый день ходил по кругу для того чтобы поймать морковку то есть он идет и верит что сейчас уже он ее ухватит еще немного и на квартиру накоплю еще чуть-чуть и все нормально будет и работаем 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 и работаем целыми днями жадность будет человека в иллюзию человек очень сильно перенапрягается устает от этого страдает очень сильно следующий враг человек называется иллюзия как жадность разрушает жизнь человека рассказать вот у нас в жизни есть если вот нарисовать круг у нас есть сегменты счастья которые нам положены по судьбе просто допустим вот столько счастья от отношений с друзьями вот столько счастья от отношений женой вот столько счастья от здоровья вот столько счастья от отпуска вот столько счастья получают духовного развития вот столько счастья получаю от своего хобби там вот столько счастья получают еще от чего-то и так вот все виды счастья по кругу жизни но я беру один сегмент это счастье, получение денег за свою работу. И раздуваю его до бесконечности, говорю, это для меня самое главное счастье. Означает отдых до свидания, для друзей нет времени, для жены нет времени, для здоровья нет времени, для отпуска нет времени, для отдыха нет времени, для духовного развития нет времени. Где счастье? Ты съел все свое счастье своим желанием, жадно съела все твое счастье. И знаете, люди работают всю жизнь ради этой квартиры вдвоем, они эту квартиру получают, и в этот момент они думают, что они получат назад все счастье, которое они отодвигали из своей жизни. Но не получая от этой квартиры все это счастье, которое они загубили свою жизнь на эту работу, они расстаются друг с другом даже из-за этого, в этом состоянии глубокого депрессии. Они даже видеть друг друга не хотят, потому что 10-20 лет жизни ушло просто на то, чтобы целыми днями работать на эту дурацкую квартиру. и они теряют эту квартиру тоже, потому что им придется размениваться потом. и они заметят… слегка и слегка baptism дел Pay три гор ты FR